И сегодня у нас необычный выпускатки дня. Сегодня мы будем собирать колоду по тактике доктора Гнума. Если кто-то вдруг не знает, это очень-таки величайший мастер Хардстоуна, который фигни не посоветует. Так вот, недавно у доктора Гнума вышло такое видео, где он рассказывает, какая же нужна колода, чтобы взять топ-1 легенды. Такой классный лайфхак, который нам и предлагает, соответственно, доктор Гнум, чтобы зайти в легенду и взять топ-1. Если вы хотите взять легенду, легенду номер один, выиграть Бейскон, все это легко можно сделать. По методу доктора Гнума записывайте, приготовьте все ручки и листочки, приготовьте, записывайте, запоминайте сейчас. Сейчас я научу вас мудрости. Итак, что нужно сделать? Сегодня мы это будем проверять. Класс не важен, класс можно взять любой. Мы возьмем, допустим, Жрец, например. Например, Жрец. Ваша колода. Основные карты сейчас соберем. Уже я это делал как-то на стриме, но тем не менее, мне стало интересно, правду ли говорит доктор Гнум. Нам, конечно же, нужен принц, он же доктор, за две маны. Потом нам нужен доктор за три маны. Вот эти докторы нам нужны. Дальше нам нужен обязательно еще один доктор. Доктор за одну ману. Те новички, наверное, не понимают, почему все карты называют докторами. Просто раньше такая карта доктора Бум, которая была дикоимбовой. Поэтому все имбовые карты называются доктором. Так, еще мне нужны пираты за три маны. Вот капитаны южных морей еще нужны обязательно. Это докторы южных морей. Дальше нужны докторы за пять маны. Вот это потом за семь маны. Ну, в общем, основное, что вам нужно для того, чтобы взять легенду, мы собрали. Дальше, дальше, вы скажете, а что делать дальше? У нас всего лишь десять карт. А дальше мы делаем следующее. Колода готова. Осталось только подредактировать двойки. Убрать двойки, чтобы, соответственно, наш ринский лицет работал. Можно даже еще раз попробовать нажать. Ну, тут игра все равно добавит нам те же самые карты. Потому что они, кстати, поменяли вот эту механику. Раньше, когда ты нажимал собрать колоду, каждый раз тебе собиралась другая колода. Сейчас почему-то карта собирается по одному шаблону. И это очень странно. Типа это в каком-то из патчей поменяли. И я очень недовольен этим. Понятно, что этим никто не занимался. Поэтому они, наверное, и убрали. Ну, все равно, блин. Что-то как-то это стрёмно. Так, жрецов возьмем вот этих. Отличная карта. Еще хорошую карту. Ауешку за шесть. Все, готово. Колода чемпиона. Поехали играть в ладу. Итак, мы нашли врага. Это шаман. Зелья дракона, пожалуй, оставим. Точнее, сбросим. Это сбросим. Оставим только смоленого стража. И мастерицу миксту. А где мои пираты? Пираты. Мне нужны пираты. Привет. На самом деле, тут можно было какого-нибудь розакуса дособирать. Хе-хе-хе. Ну ладно. У нас... Своя сборка. Я не буду тратить, наверное. Подожду. С монетки. Может быть, четверочку сыграем, потому что... У шамана, видать, там все плохо по руке. Запретная форма. Запретная форма, конечно, интересная карта. Ладно, давай так. Колода для взятия легенды, как видите, отлично себя показывает. Я, наверное, буду просто каждую катку на отдельной колоде снимать. Так будет интереснее. Зато три брони. Легчайшие три брони. Не, ну как бы да. Четыре-два, пять-пять. Изи. О, там тотем вообще. Там вообще тотемы. Пять маны. Жалко, нету ничего на СПД. Я, наверное, так сделаю. Тупо, чтобы вокруг эволюции сыграть. Потому что сейчас бы могли быть пятерки, потом эволюция на них. Нахер мне это надо. А ему нужно будет, чтобы отконтрить мой стол, вторую эволюцию найти. Не факт, что он вообще ее найдет. Воу, вулкан. Это жестко. Правда, я получу миллиард армора. Ха-ха-ха-ха, господи. Жесть. Просто жесть. Я понял. За шесть маны, два, три. Просто. Блин. Ну какой за шесть маны, два, три? Я еще думал, блин, а если один-один вылупится, думаю, ну блин, будет проблема. Тут как бы недалеко уж, не потому что. Два, три за шесть, это тоже, знаете ли. Ничего приятного. Вообще, как бы, наверное, надо было четыре-три. Но я все время эволюцию боюсь. Типа, реально боюсь. Четыре-три ставить и забафовать. Вообще, неплохой ход, да. Но там так сладкая уешка заходила, что я не мог. Я не мог это проигнорировать. Не знаю, если он хиксы не носит, у меня будет шанс вот с этой картой что-то интересное поделать. Потому что она Риле может втащить. Ааа, это плохо. Это прям очень плохо. Ну, Келесет не пришел, блин. Здесь у него эволюции нету, потому что эволюция сейчас прям вообще все испортит. А, бы, 3-8 ему будет сложно забрать, даже если у него есть жажда крови. 5, это, ну, ему там, да, до хрена надо затрейдить. Читаю, он отдает стол, а я просто... А я просто обсидиантовую статую играю. Жажда крови тоже, по идее, он отдает просто в таунт. Ему два существа, надо трейдить. Ааа, окей, понял. Тогда, тогда, тогда я более-менее. Ну, это, типа, у меня все равно броня. Не, давай так. Нормас. Нормас, 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 нормас. Потом там 4-3, 4-3, которые, может быть, мне надрогают карты. На этом у меня есть контроль. На это у нас ответ. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Да я отдам, пофига вообще. Вообще пофиг. Прям вообще пофиг. Конечно, можно было, да, подождать под эволюцию и гэнгбэнгеров, но... Я думаю, что они ему просто не придут. В руке, по-моему, у него 100% эволюция. Я прям чувствую. Но то, что он на топдеке получит, это совсем другое уже. Дело в том, что шаманы часто хиксы теперь не носят, типа, то, что они дорогие, стали 4-маны, но... А инволюцию на девятку играть, это тоже провальное дело, потому что, ну, понятно почему. Потому что там восьмерка какая-нибудь вылупится и забей. А, вот что у него, у него ДК был в руке этой картой. Понятно, понятно. У меня все равно летал, но жестко, да. Велен это жестко. Сколько это урона? Не хватает немножко урона. Ладно, не будем выпендриваться, будем играть с кольца света. Хотя нет, нужно повыпендриваться. Пойнк! Пока работает. Ну, выиграли шамана, собрали шамана, все просто. Млечна, окей, нахер, нахер, нахер. Нам нужно что-то попало. Вот, то, что надо. То, что всегда роляет чемпион. Побочные эффекты? Какие побочные эффекты? Какие побочные эффекты? Нет никаких побочных эффектов. Два дня. Да похер, я затрэшусь. А еще плевать. Истина. Ну, один урон мессерону нанес. Мерзкий. Мерзкий. Монетка. Воу. Воу. Если у него еще и укус есть, то это вообще будет. Вилы грабли. Укуса нет, слава богу. Ну, бабка, типа. Типа бабка. Типа, да. Ну, типа, если сюда на два попадет, я хотя бы так затрэйжу. Нормально. И так пойдет. Как же этот таунт 1.5 просто все решает. Просто решает все. Ну, я их обидно не могу сейчас сыграть. Придется его разобрать. Потому что может быть писарь. Дожить бы до седьмой тире там. Ну, да. Я был уверен, что это он. Если отдать дожду крови, я могу зачистить все. Но нужно ли мне оно? Ну, вообще можно, да. И так у меня под седьмую ману будет как раз существо какое-нибудь. Просто у него тоже мог быть забаф. Правильно, правильно. Нормально. Мы остаемся с 3.3 и с 2.3. Еще таунт это забафаем. И вообще будет бомба. Бимбочка. Стратат рабочая. Стратат рабочая. Чия, чия. Я бы, наверное, буду все равно таунт бафать. Типа, хотя. Так, затрейжу и тут на баф. Да, пушь, пушь. Просто изи. Изи 5, 5, 6, 6. Сейчас еще поставим вот это вот за 5 маны 8, 9 чудище. И он вообще охренеет. 5 маны 8, 9. Просто зырь, че могу. Но это неплохой ход. Да, пофиг, я бегу, тоже брыжу. Просто 8, 9, 6, 6. 2, 2 с рывком. Ну все, типа сказка. Рабочая стратария. Работает. Дай боже. Ну, играли против ханта. Следующего будем ханта собирать. Всеми классами я, конечно, не поиграю. Ну, результат как бы на лицо. Мое лицо. Ну, как бы да, как бы да. Просто две скалы 8, 9, 8, 9. Вот это да. Вот это до свидания, хант. Такая мета, ребят, такая мета. Какая-то дичь. Он даже понимает, что это ничего не меняет. Вау. Нормально. Даже один таунт не прошел. Неплохо сыграно, братан. О, господи. Какой же там идиот играет. Я Биберейча проиграл, Биберейча. На. Ну и вот наш прекрасный хантишка. Тут как тут. Что, я, наверное, все сброшу. Нужно найти нашего замечательного килли-сета. Ать, ать, ать. Нет. Но есть капитан Южных Марий. Это тоже неплохо. Правда, не хватает первого дропа. Тут есть колоди и котики. И еще всякие интересные штуки. Псарь. Блин. Ну так не, так не играется. Так не играю я. Я так не играю. О, воу. Ты чел на Мурлока, что ли? На, давай пока затаунтимся. Пока таунт. Потом, возможно, крысиная стая. Когда он это все поконтрит. Когда он поконтрит 3-5. Крысиная стая. Потом попробуем ее забафить и получить много крысюков. Вау. Это в натуре кулдан на Мурлоках. Охренеть. Тупо охреневаюсь тебя, братан. Тупо в шоке. Да пофиг. Я не меняю стратегию. Нужно было бы. Если бы я был не хантом, он бы сейчас отвалился на раз-два. У ханта просто с ауешек нету. Типа мне ни ДК не выпал, ни секретная ловушка. Не ловушка это на минус 2. Ничего. Я вам бы сейчас отъехал, но... Ни собаки не пришли. Тоже такая. Моментик. Интересный. Вообще, на самом деле, лучше, наверное, брать пушку и трейдить, типа, в 2-2. А крысы-звери вообще? Звери. Нормально. О, ментальный техник. Слушай, слушай. Ну, я думаю, сейчас его рано кидать. Типа, реально рано. Это я спустил собаку. По-моему, рановато. Я думаю, он еще заспамит стол, поэтому успеем еще. Да ёкар. А, ну хотя... Он же не будет отдавать, правильно? Падет в лицо. Нормально. Хи. Ха-ха-ха-ха-ха. Так. Нужно пират реализовать. И нужен какой-то зверь, чтобы его забафать. Ну, по идее, у меня есть, да. Еще и лук есть. Ой, вот это неприятно. Да собаки на самом деле нужны, которые никак не придут. Сдолбал это говно. Чтобы собак не призывать. Три. Это будет три-три. Можно отсюда попробовать ральнуть, но что-то нет доверия. Я хочешь в одиночку. Ладно. Не будем играть. Слишком мало хп. Можно было бы, типа, расстрейдить остальные существа, оставить ему это 2-4. Типа максимум он с него сделал бы там, ну, 4 атаки бы. Дай собак. Дай собак, и я выиграю эту игру. Ну, серьезно. 19 карт, там две пары собак. Я их специально еще увидел. Отметил. Надо, забафаю питомца. Пофиг. Так, это трейд, это трейд. Это я спустил собак. Ну, вот так. По идее, как бы, все. Игра должна быть за нами. Придется гулдана собирать. Каждый раз другие классы. Приходится собирать. Вау. Где, блин, котики были на первый ход? Сейчас собаки придут, смотри. Только не яд, только не яд. Стоит атаки. Ну, окей, все равно не хватает разменяться. По-моему, я могу себе позволить. Да, он отдал один лик тлена, он отдал один-два, два-один рывок. Я не знаю, но у него могут быть эти пять-семь рывки. По идее, не могут быть. Но нету. Г-г-г. вот что-то изи продолжаем наш путь в легенду аллигатор против нас играет аллигатор мафака а херовая рука типа строек начинать когда у меня там более-менее на зушку похоже там столько единичек в колоде просто завались кажется что там вся колода из единичек состоит просто да и зеро во всех колоды серьезно вот нам не надоел на этом дерьме играть серьезный я уже фризмагов считаю реально таких же такими же конченными как и какие какого-нибудь там пират воина там потому что ну камон фризе уже 500 лет просто просто 500 лет вы до сих пор на не играете что с вами не так люди я не взяли как брать сейчас пират воина и играть им ну я понимаю что им можно выигрывать ну 500 лет думать что это контроль колода над дебилом нужно быть типа есть такие люди которые прикрываются ну зато это не агрота да это такое же дерьмо просто ты свой дпс вносишь когда правильно в лейте все что ты делаешь нихрена ты просто откидываешься заклинаниями все вот у тебя зеленая карта горит в этот ход я могу вот это заклинание сыграть и все это тоже самое один в один вот у меня есть поэрбол я дам его в карту такая же такая же один в один дичь ну ладно тут же нужно думать ну даем ему по одной карте это максимум что я могу сделать и барон гиддон может мне игру выиграть чё и зеро да давай зерк ну дам понятно единая преграда чел наверное не понимает чем происходит какие мать твою и зеры что-то делаешь демон ну на заморозку этот самый у меня есть сифон по идее норм лишь бы он сейчас метеорит не вытащил и 4 и 4 12 мне не убил остальное плевать вот прям сирисли потому что я через гиддошу могу его заваншоте но убить его даже несмотря на секрет ну да 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 4 14 карт ну типа такое он 2 фаербола отдал я не знаю что он собирается делать и муж типа надо фаерболы блин два кошмара жесть нужно просто один ход походить господи сути прошу прощения но вы горите и ладно ладно это пофиг как не пофиг потому что время то идет давайте третий кошмар просто 15 урона одну карту чтоб она ходила братан одну я тебе покажу что такое мощь и бой блин два таун там ну ладно а работает а это наверно поменяли бы а я думаю не работает вот черт а я думал не работает раньше по-моему не работал или работал ноги три кошмара все равно здорово а ну в конце моего хода ну да еще не начался ход противника да наверно так что он же все равно умрет что-то я не понял этот ход зачем было в эту пятнашку стрелять очень странно можно украсть что-то значит он ставит не знаю алексу я типа сон игра ему нужно 75 как-то отконтрить потому что а у ешки он его он ее убьет его все гг и все гг не меняет ситуацию братан а щенка ну-ка гг блин а я думал что этот убьет его но не убил но anyway мы выиграли так что как-то так ребят подписывайтесь на канал ставьте лайк так можно реально фанится ну такая мета собираешь колоду из 10 карт остальные 20 карт неважно какие у тебя в колоде ты просто игра за тебя собирает убираешь двойки добавляешь что-то ну что у тебя есть или что у тебя не знаю или не хватает до какого-то архетипа типа там не знаю вот для зушки я там добрал еще единички взял от бесов молчезара чтобы они комбинились с ожогом души и все и все так что всем удачи всем пока а